привет друзья я на берегу таежной речки приехали с максом приехали по охотиться на рябчика в прошлом году я в этих местах как раз таки добывал погода прекрасная с утра вообще он не облачко на небе морозит с такой ну вот и не даже появился местами морозит сейчас градуса 2-3 тепла и хотел показать вот что стало с рекой после водосброса вот это все была вода здесь сюда доходила вот там такая плешка грязевая это тоже вода была вот что средний и он уже следы люди сюда прям ходили тут туда вот и топчет здесь я уже лодку спускал лодку я спускал прямо да вот прямо с этого места где-то примерно вот отсюда не вот так вот уже на воду выходил дальше там она разливалась мы туда потом дойдем посмотрим на выход на море рыбинское там может быть где-нибудь зацепиться пчела выкинуть или по поваблерить рыбачить природа вносит свои коррективы точнее скорее человек дамбу опустили в воду сбросили ну ладно зато вот по сравнению с прошлым годом деревья вот этот вот весь лес березки уже я был начало ноября они листья все по сбрасывали практически а сейчас вот стоят держат местами еще даже зелененькие где-то есть прям самое милое время сейчас пойти попищать рябчика вот еще покажу вам что тут изменилось с момента крайне моей охоты здесь солнышко там из-за леса ну сейчас вот туда вот чешем макс там собирается вот тут мужики сделали такое станище какой-то ну кастровище здесь прямо можно прекрасно приготовить все обед вот и вот столик здесь видимо пленку натягивали навесик прям посидеть здесь лавочка ну культурный же вот так вот можно отдыхать сколотили он из досочек лавку столик все чего еще надо тут прям скорее всего летом лагерь ставили но веревки эти все все эти деревья веревках вообще-то вообще-то ребята такие вещи лучше бы обрезать и забирать потому что дерево то растет ствол расширяется вот это будет все передавливать я потом посрезаю вот негде вам показать но вот это вот все хозяйство от расширения ствола когда он толстеть будет он будет передавливать и веревка это не порвется вот именно такие веревки они не рвутся то есть прям будет вгрызаться в древесину туда вот это вот не хорошо надо снимать вот кору уже видно да пообдирали на растопку в общем тут такое место лагеря если все будет нормально мы здесь ну как за становимся наверное палатки не будем стоять просто мы здесь приготовим покушать пообедаем дальше будем смотреть в общем ребят сейчас выдвигаемся все в тайгу в сторону леса возможно еще ну макс хочет грибы важно я не знаю честно грибы то уже отошли возможно возможно ну или я буду какую в общем задача что у нас по рябчику не пуха так как и и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Сядем, посидим, попищем... Макс, ты со мной не садись... Найди какой-нибудь премышко... Сядь куда-нибудь метров 20-30... Ну то ли он там подальше... Продолжение следует... 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 тут-тут-тут вот смотри 1 у тебя ну в принципе коротковато я чуть длиннее дело вот смотри ну примерно и старайся между этими коленами не делать большого разрыва вот он идет как будто да примерно а вот матерый когда матерый петух он у него такой в конце рощерк нет у тебя тут-тудуду неправильно у тебя как пулемет в конце смотри ну примерно ну достаточно вот этого и не части между двумя коленами то есть да нет нет тебе рощерк не надо вот просто ну самкой вообще вот можно вот только в натяг такой знаешь в конце можно что угодно принципе например что не типа ты сам под них подстроишься вот как они также как утка крякает ты тоже в монок под утку как бы подстраиваешься услышишь как они разговаривают потому что у них вот это вот последнее вот это вот там такое у них идет то есть и мы воспринимаем вот этот звук на уровне нашего восприятия слуха потому что он вообще на границе примерно вот частот то есть это вот очень высокие частоты и вот он прям вот мы на границе у меня такое ощущение что рябчик диапазон шире то с него в ультразвук еще идет и там еще какие-то идут звуки которых мы уже просто не воспринимаем он очень тонкий лишь на границе ультразвука практически собаки например вот собака она быть может начать от такого звука вот я я тебе говорю они прям вот на грани восприятия нет птичка иногда птички подражать пытаются вот эти маленькие там зяблики-синички Вот молодой крошет границцком нигде свякор валли с валли Hö ся Здесь, здесь отвечает ряпчик. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Есть, есть ребята. Ребята, ну вот, на эту елку он сел, а он лежит. И, по-моему, еще один улетел. Ну, какой петушок-то. О, слушайте, ну это матерый. Это прямо, вот у него мало полос на маховых перьях. Нет, ну это, это прям крупный, красивый петушок. Красавец. В общем, где-то, наверное, минут сорок он не хотел из ельника. Вот там он сидел. Не хотел сюда вытягиваться. Еле вытянул. Не знаю, что там получилось, снять не получилось. В общем, перелетел он тихо. Вот, азот, семерка, без контейнер. Ну, вот петушок. Ну, мои поздравления. Как говорят охотники, спасибо. Долго сидел, не хотел вообще никак вылетать. Вот, вытянул. Я поэтому не стал дадить тебе мешать. Ну, он, да, он такой осторожный. Но это прям матерый петушок. Смотри, у него довольно-таки немного вот этих вот черт на маховых крыльях. Я думаю, что это может быть даже не этого выводка. Видишь, он такой, он крупненький. Ну, да. Ну, такая охота. Ну, здесь с ним все в порядке. С этим рябчиком. Вообще, в путевках у нас 5, да? 5 норма за день. 5. Но я бы вам сказал, что сейчас сколько натикало? Наверное, часов... Около 9. Не, наверное, поболее, нет? Сейчас грамм. Может, часов уже к 10, полдесятого. Да, 10. 10, вот так, ребят. То есть, они только-только проснулись. Это мы, ну, 8.30 где-то мы по лесу. То есть, они вот-вот только-только проснулись. Вот так вот в этом еловнике, вот он сидел. Он такой матерый профессор. То есть, это уже он свою территорию тут охраняет. У них пошла тенденция к контролю за своими участками. Где-то самка, а это Макс был, где-то еще один, точнее, самец отвечал. И вот здесь такой березнячок. Там какой-то ольховничек, березнячок. Видимо, я склоняюсь к тому, что все, ягод нету. Практически все, лес и рябинника нету. Рябины, где бы рябины-то показать. Ну, в общем, рябины нету. И, видимо, все, они переходят на такую уже древесную пищу. Сережки какие-то березовые, вот эти вот почечки. Буду чистить его. Посмотрю, забу, что у меня бывало прям набит почками березовыми. И, видать, вот они вон сюда на кормюшку и выходят. На такие более открытые. Здесь и кормятся. Ну, потому что, зачем ему далеко лететь? Все как бы закономерно. Поэтому сейчас мы, Макс, идем в сторону, где пищал еще один. И там тоже пробуем. Параллельно идем пищим, потом устанем, присядем чайку попить. Попищим, может, где чего ответит. Такие дела, ребята. Хорошее, вроде, место. Хорошее место. Параллельно. Продолжение следует... Продолжение следует... все вышли мы с охоты по рябчику потому что ну плохо очень вялый рябчик давление видать не пищит ничего вот еще тут это русло хочу тут вообще перекопали что ли черта ну короче вот это превратилось просто в такие утиные заболоченные вон смотри какая вот болотинка прям маленькая в кусты он туда сел вышел и сиди там охотиться проданы туда не сядет дальше какой вот она там дальше расширялась вот туда к базе к этой вот там конечно можно что-то попробовать побросать даже не знаю какие там глубины высадить куда-то чучела ну как чего это же просто уму непостижимо потому что тут вот просто нельзя туда не копали что землю какую-то где-то тут вот эта лодка была я тебе хотел сказать осторожно макс тут лучше по берегу ямы какие-то ну да осторожней а слушай так ага так это кабан ходил смотри о елки мото ты посмотри чё здесь вот следы вот так это слушай это чем кабаны что перепахали все не трактор же гусениц нету а вон нора какая это уже бобр скорее обалдеть суши это ничего себе вот 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 ребята вот смотри это кабасик ходил он все истоптано кабаном здесь вот это вот все на рой и кабани оказывается нифига себе нифига себе вот это все была вода ой не знаю александр что да мы не полезем давай не надо туда на не может быть вот тут по суше в общем все это гуляет конечно о смотри да это же просто вообще вот они тут плескались себе то в грязи в этот чтобы но это просто рай кабаней вот он и вот о прям дикий хрен красотища да уж и вон там натоптано все это не прям табуном вот так вообще да это вот я же ходил в прошлом году вот прям по этому руслу хрен дикий так я макс предлагаю сейчас вот так вот обойти туда пройти на море выйти посмотреть что там там вообще скорее всего машины туда ездит он там рыба кстати плеснулась он прям такой всплеск хороший был там там может чуть-чуть давай знаешь что сейчас туда пойдем посмотрим около базы там был спуск на воду может лодочки свои эти уфимочки там это и что это да макс может из берега там нормально мы сейчас пойдем давай посмотрим все я понял план действий у нас разведка вот видите как ребят природа вносит коррективы точнее природа если в это природа была этот самый спуск воды ты тоже человек сделал шлюзы где-то опустили вот и все да ну кабаны конечно тут это прям я не не знаю это вот кто на копыта охотится к понять нет там это же просто ребят смотрите что тут происходит да а теоретически вот макс по таким местам то рыбу может ходить вина очень маленькая хотя бы метр все за или на по беда прям беда беда слушай ну нора это вот вот я не знаю там в камеру то видно нет вон она черная такая зияет это вот точно бобриная на раз это вот сюда он в воду выходил вода то тут стояла ходишь и прям туда суши и вот вода то тоже там стояла он же пара заныривал и ну ребята из бобром видите кто на бобра охотится а я вот мечтаю на бобра поохотится попробовать как-нибудь в том лесу на опушке вот за этот мысочек я загибался и там я в прошлом году чего выкидывал ничего это мне на охотил ничего мне не села летать она бы прям потемно начала высоко и далеко ладно идем туда по намеченному плану ребят смотреть